Привет, дорогие друзья! Достаточно такой интересный законопроект попал в мое обозрение, 8096 его номер. По данному законопроекту хотят внести изменения в кодекс об админправонарушениях, административные правонарушения дополнить, и кроме этого даже и в уголовный кодекс. Вот такая вот идея у наших депутатов. Это все связано с нарушением комендантского часа, с отсутствием в тех регионах, где нужна светомаскировка в определенное время. За это хотят привлекать к ответственности. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование, уже традиционно хочу вас пригласить ко мне на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале я делюсь всеми моими видеороликами, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм, как всегда, будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам, друзья, за это очень благодарен. Проект закону про внесение изменений до деяких законодавчих актов Украины в щеду порушения окремых вимог або невыконания заходов правового режима военного стану. 8096 від 04.10.2022. И инициатор Кузьминых Сергей Володимирович. Я уже, друзья, очень много раз говорил о том, что если вы хотите разобраться, в чем суть того или иного законопроекта, на сайте Верховной Рады всегда советую скачать так называемую сравнительную таблицу, проявляльную таблицу, и посмотреть, что там было до этого, и что депутаты хотят поменять. И для себя у вас, скажем так, будет какое-то понимание того вопроса, чего они хотят поменять, что там хотят добавить, и как в очередной раз ухудшить нашу жизнь. Давайте, друзья, я зачитаю видержку из сравнительной таблицы. Бачите, нема такой статті, не было ее, сейчас ее хотят дополнить. 210 с значком 2. Порушение комендантской годы, тобто перебивание у певный период доби подчас дії военного стану на улицах та в других гримадских местах, або рух транспортных засобов без специальных выданных перепусток або посвящений. Тяг на закслабое накладание штрафу від 20 до 40 наиподатковных минимумов доходов грамадян, або грамадские работы на строку від 20 до 40 годин. Хочу напомнить, что один необлагаемый налогом минимумов доходов граждан составляет 17 гривен, то есть 20 умножаем на 17, соответственно штраф от 340 гривен. И если так будет угодно, так же возможно будет наложение такого взыскания, как общественные работы, это означает на практике, что скорее всего вас отправят в какой-то ЖЭК и там надо будет как-то им помогать. У меня реально мои клиенты до войны, это конечно еще было, проходили подобную трудовую практику. Действительно такое было и осуществлялось. Что я хочу заметить, дорогие друзья, какой важный момент. На сегодняшний день, вот они в этой статье правильно кстати пишут, что внести ответственность за то, чтобы кто-то нарушает комендантский час. У нас на сегодняшний день конкретно нигде не прописана данная ответственность, они хотят ее прописать конкретно и чтобы была, как кто-то там на России, конкретно, извините, уже какое-то слово паразит наверное у меня вылазит. То есть прописать такую ответственность, согласно которой будет уже ответственность, уже тавтология получается за нарушение комендантского часа. Также тут еще хочу дополнить, порушение специального режима светломаскувания под час дии военного стану, тягнуто за собой попереджение, або накладание штрафу на граждан от 30 до 50 неподъятных минимум доходов граждан, або гражданские работы. И даже есть такие, або выправные работы на срок до 6 месяцев. Также, как вы видите, здесь говорится об исправительных работах, даже они до такого уже додумались. И, кроме того, этот штраф будет накладываться за нарушение светомаскировки. Кроме того, они еще хотят внести изменения в уголовный кодекс. То мы говорили об админправонарушениях. Давайте зачитаем. Теж така статья была отсутня. И статья 113 с позначкой 1. По первой части данной пока еще не существующей статьи хотят привлекать, если человек умышленно, конечно, непонятно, как доказать этот умысел, только если он, наверное, сам сознается, взял себе и позволил нарушить светомаскировку, то есть не выключить свет. И вследствие этого получилось так, что кто-то погиб, либо какие-то еще тяжелые последствия. Что такое тяжкие наследки, на самом деле, что-то такое весьма размытое и непонятное с точки зрения юриспруденции. Давайте зачитаем, что там во второй части. Честно сказать, с представителями власти и группой лиц мне это понятно. А как это вот депутаты видят себе, известно, совершено повторно? Это я так что понимаю, кто-то взял, это совершил, ему дали уже один раз от 10 до 15, и он потом еще это совершил повторно, когда вышел через 15 лет? Или как это вообще? Честно говоря, вот уровень наших депутатов меня и до войны пугал, а сейчас такими законопроектами пугает еще гораздо больше, поверьте мне, друзья. Потому что такое придумывать, какая-то в тот же момент идет такая непонятная формулировка, умысленно, то есть умышленно. Как этот умысел определить, что это такое? Честно говоря, такие законопроекты пишут люди далекие, как я понимаю, от вообще следственных органов, от правоохранительных органов. Ну, я не говорю про адвокатуру, представителем которой я являюсь, когда придумывают такое. Я считаю, честно сказать, такие нормы, я считаю, что действительно в тот же момент неправильно нарушать правила, которые на сегодняшний день устанавливает наше государство, потому что эти правила продиктованы военным временем во многом, и поверьте, никто в ваши права так не сужал и не запрещал там ходить по ночам, либо включать свет без на то действительно какой-то острой необходимости. Но в тот же момент приравнивать какое-то действие к тому, что как будто человек кого-то убил и убил не одного, ну, немножко это кажется мне перебором. И кроме того, я уже не буду это зачитывать, я это помню по памяти, расследование данных уголовной статьи хотят тоже поручить службе безопасности Украины. Конечно, хочу всех успокоить, это пока не принято, и такого пока нету. Это мы видим по сайту Верховной Рады, что она там надана для ознайомления, одержана и передана, и все так и инше. Но идея в тот же момент депутата Кузьминых Сергея Владимировича для меня, мягко говоря, шокирующая. Ну, вот я честно хочу сказать, что такое придумать, да я понимаю, ужасно, военное время, ужас, что у нас происходит, но даже нет слов, вот этих россиян тут, которых вылавливают, военно-пленных, к ним, по-моему, лучше снисходительные отношения, чем к своим гражданам. Такие законопроекты, это работают по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись» или «как», я не знаю, честно, слов нету, дорогие, но все, что я могу сказать. Я считаю, не время и не место для таких суровых законопроектов сейчас. На этом, друзья, закончим мое повествование. Если видеоролик вам понравился, пальцы вверх поставьте, на канал не забудьте подписаться. Все, всем пока-пока.